Первый января, это вторник будет. Ну, значит, понедельник будет, шестой января. Нет, седьмой января. Седьмой января, отлично. Ну, я потом запишу. Здесь дело в том, что, о, между прочим, смс-ки-то уже идут, да. Ну, мы, наверное, их зачитаем чуть позже, потому что сейчас пора переходить к созданию настроения. Итак, сегодня мы будем создавать настроение с помощью рождественских пряников. Вот таких вот. Прекрасное, прекрасное творение. Прямо сейчас узнаем, как их делать собственными руками. Итак, смотрим рубрику «Создай настроение». Доброе утро. Меня зовут Лариса Попова. Накануне рождественских новогодних праздников я покажу вам, как красиво расписать рождественский пряник. Для этого нам понадобится сам пряник и глазурь разноцветная вот в таких мешочках. Каждый цвет в отдельном кулечке. Пряники у меня сделаны по старинному архангельскому рецепту. Они так и называются – архангельские козули. Темного цвета они получились за счет сахарожженки. Туда еще входит, кроме сахарожженки, масло или маргарин, мука и обязательно пряности. Расписывать я буду глазурью белково-сахарной. Яичные белки взбитые, смешанные с сахарным сиропом до однородной белой плотной массы. Ну вот я сейчас возьму белую глазурь и буду расписывать конек. Конек готов. Сейчас будем расписывать миску. Голубенькие глазки я ему сделаю. Сюжеты пряников, естественно, рождественские, новогодние. А в деревнях почему еще называются козули? Потому что в основном изображали домашний скот. Чем больше ты сделаешь таких пряников в виде домашних животных, тем больше будет в Новом году приплод скота. Ну а потом уже немножко позднее появились такие и даже и библейские сюжеты, и евангельские, и вифлеемская звезда вот такая на палочке, с которой каледовщики ходили. Вот я сейчас вифлеемскую звездочку попытаюсь расписать. Этот пряник, который мы с вами сейчас расписали, можно сделать ёлочной игрушкой превосходной. Всего вам доброго! Счастья вам в наступающем году!